Продолжаем наше путешествие по Австралии. 10 ноября мы были в Джеральдтоне. Симпатичный двухэтажный городок. Пошли на пляж. Пляж очень красивый, замечательный. Одна только мелочь, что было так холодно, что купаться как-то никто не купался. Походили по двум улицам этого городка. Все это есть в ролике. Зашли в торговые центры, зашли в бывший госпиталь знаменитый. В общем, без всякого напряжения погуляли 4 часа по городу. Городок симпатичный, чистенький. Ну, смотрите сами. 10 ноября мы в Джеральдоне. И по хорошей традиции, есть шаттл, который отвезет нас бесплатно в центр города. Поехали! Мы приехали в центр города. Я бы даже сказал, городка. Отсюда мы поедем назад. Здесь идет торговля. Оказывается, никаких туров из берега нету. Все, что я думал. Мы будем ходить по городу. По тем маршрутам, которые нам посоветовали. Дали карту. И сначала мы посмотрим на этот базарчик, а потом пойдем. Сильное впечатление, что Джеральдон точно такой же и дальше будет одноэтажный город. Вон там море. Мы сейчас пойдем вдоль моря любоваться на красоты. Вышли на маршрут на ту улицу, которую нам советовали. Лепота. По моему пляж. Пляж? Да, там пляж. Только идем посмотрим. Это действительно пляж рядом с кораблем. Ну вот, оказалось вон наш корабль. И судя по воде, метров 30 от берега, даже 20, начинаются кораллы. То есть там рыбки. Но что-то в такую погоду уподобляться тому голому малышу мне не хочется. Очень сильный ветер. Тихий, спокойный городок. Я на него зря накатывал, что он одноэтажный. Он двухэтажный. Вон даже три этажа я вижу. Вот такой тихий, спокойный. Это мы идем по набережной. Вдоль моря. Такой пляж хороший. И вон купаются люди. Но сильный ветер. На таком я слышал, но первый раз вижу. Вот здесь барбекю. Вы можете прийти сюда. Вон там кнопка. Нажимаете. Жарите свое мясо. Пожалуйста. И вот. Вот здесь вы можете его кушать. И никакой проблемы. Но наверное только надо за собой убрать. И все. Я вот здесь снимаю инструкцию. Пожалуйста, приходите. Нажмите на кнопочку. И жарьте ваше мясо. Да. Только в Австралии возможно. Менять очень впечатлило. И мусорка тут же. Выкидываешь все лишнее. Супер. Таких столов для барбеки здесь много. Вот человек техник обрабатывает этот стол. Вон там еще столы для барбеки. И беседки. Вот спасательная вышка. А вот пляж. Лепота какая. Ну сейчас все-таки наверное чуть-чуть не сезон. Хотя люди в море есть. Эта деревушка начинает нравиться. Вот я сколько где жил. А вот такого туалета я еще не видел. Эм и жон. Я так понимаю, что это ихный муниципалитет. Кортхаус. Идем дальше. Немножко непривычная архитектура частных домов. А дворики у них интересные есть. Изнутри. Фима, это местная марина в Джеральтоне в Австралии. Вот. У них еще есть место, куда поставить корабль. Они у меня спрашивали, когда ты свою лодку подгонишь. Но вряд ли у тебя место найдется. Приезжай, пока мы здесь. Все отели. Нет, тут, Инна, тут вон государственная служба спорта, развития. Это не только отели. Здесь и государственные учреждения. Историческое здание бывшего госпиталя, который основан в 1884 году. Особо ничего интересного здесь нет. Просто сохранились некоторые экспонаты. А вот здесь, вот здесь шоппинг-центр. И дальше. Пойдем посмотрим. Вот очень красивое здание. Вот это здание госпиталя бывшего. Идем в шоппинг-центр. Внутри шоппинг-центр оказался нормальным, современным. Небольшим каньоном. Входа мяса. Нас одорожен, чем у нас. Но красивое. Это одежда. Украшения. Медицина. И вон. Пронтоварный магазин. Продовольственные. Там еще есть магазин. И сейчас пройдем. Очень неплохой выбор. Вот голубика. Вот ежевика. Вот дубника. Вот ежевика. А вон. Малина. Малинка. Синь. Это привозное. У них только весна сейчас. Ну, винограды, если меня удивишь. Это импортное, но очень красивое манго. Очень красивое. Просто игрушечное. Но цены, правда, тоже. Гораздо выше наши. Но фрукты красивые. Все эти кошерности, я привел на наши деньги, оказалось, что она очень дешевая. Но в кошерности этой свинины я не уверен. Забрили мы в этот шопинг-центр. И зависли мы здесь на два часа. Но это тоже надо. Сувениры купили семье. Теперь идем дальше. Идем дальше. Смотреть в кафедральный собор. И там еще есть много интересного. Мы идем назад по другой дороге. Но все то же самое. Одноэтажная, двухэтажная. Собственно говоря, мы идем по центру. Вот весь город. Успокаиваемся мыслью, что завтра будет намного серьезней. А вот и танц с пушкой. Но это со Второй мировой войны. Да, это именно пушка. Вот зарядное устройство. Я думал, что это... А куда здесь бусоль или как оно наводится, непонятно. Ну, вот такая пушечка, которую я никогда не видел. Смотрели цены на их дома. На их дома, причем некоторые очень серьезные. Эти цены раза в три ниже, чем у нас. Это не говорит о том, что у них низко. Это говорит о том, что у нас высокие цены. Вот это рекламы Макдональдса. Сам Макдональдс вот. Он нам не нужен. А он говорит, что красивое здание. Надо посмотреть, что это. Какой-то дядька интересный. Вот если так посмотреть, да, то он из железа. И увидел старикозу. Красивую. На стенке дома. Вот еще один торговый центр. А вон там опять большой супер. И куча маленьких магазинов. И скорее бы уже... Как бы даже не объяснить, что мы торопимся на корабле, а он вот отплывает. Не поверить. По дороге попался красивый домик. Он еще один красивый домик. Но у меня подозрение, что... Инна! Это не церковь случайно? А то бы помолиться. Похоже на церкву, но дверь закрыть, закрыть она глупо. Осталось отстоять длинную очередь. И мы на корабле. Во всяком случае, после последних двух городов мы знаем... Мы читали Ифа и Петрова одноэтажная Австралия, одноэтажная Америка. Теперь мы знаем, что такое одноэтажная Австралия. Завтра будет город посерьезно.